Мы с мужем покинули платформу и зашли в поезд. Помню, с каким чувством я смотрела на наш городок и вспоминала, как счастливы мы здесь были. Однако новая жизнь в Салеме увлекала меня гораздо больше. В пути я было задремала под мерный стук колес, как вдруг раздался пронзительный скрежет металла о металл, и сон мгновенно меня покинул. Поезд остановился, кругом царила тишина, было слышно, лишь как ливень барабанит по крыше. Я выглянула из окна, но ничего не смогла разглядеть, на улице было слишком темно. А затем вспыхнула самая яркая молния из тех, что я когда-либо видела. Мой муж решил выяснить, в чем причина задержки, и пошел в головной вагон. И тут, в хвосте поезда, закричала какая-то женщина. В числе прочих, я поспешила к ней. Когда женщину спросили, что случилось, в перерывах между рыданиями она могла лишь промолвить, что под дождем бродят духи мертвецов. Мне показалось, что странным образом на всех пассажиров внезапно нахлынули болезненные воспоминания. Про себя я это могу сказать точно. Все это напугало меня настолько, что я тут же отправилась искать Джо, но его нигде не было видно. Я уже добралась до локомотива, но так и не встретила мужа. Я выглянула из ближайшего окна и увидела машиниста. Он пытался убрать с путей упавшее дерево. К нему шел Джо. Я была уверена, что он хочет помочь расчистить пути. Но к моему ужасу, вместо того, чтобы взяться за ствол, Джо поднял земли камень и размозжил машинисту голову. Я выскочила из поезда и подбежала к нему. Но увидела, что это уже не тот Джо, которого я знала. Он был будто одержим чем-то. Не могу выразиться яснее. И потом его что-то напугало. Он отбросил камень в сторону и стремительно бросился к лесу. И вот тут, я точно это помню, эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами. Прежде чем Джо исчез за деревьями, вспыхнула молния. И я увидела, как за ним что-то гонится. Его преследователя я могу описать только как призрака, закутанного в черное. Хотя, не знаю, может быть, это была просто тень. Полиция несколько дней прочесывала лес в поисках Джо, но его так и не нашли. Поначалу я вернулась домой, но воспоминания о прошлой жизни не давали мне покоя. Иногда, когда я без сна лежу в постели, меня преследуют мысли о том, какой могла бы стать наша жизнь, если бы мы не сели в тот поезд. Продолжение следует...